Приветствую всех любителей программы Adobe Photoshop в очередном выпуске нашей рассылки. Новогодние каникулы мы с семьей провели в городе Санкт-Петербурге. Это очень красивый город, особенно мне понравились его вечерние огни и как подсвечиваются различные памятники архитектуры. Я сделал много фотографий за период отпуска, фотографировать пришлось без штатива, с рук и соответственно я ставил высокую чувствительность на фотоаппарате и фотографии получились довольно шумные. Давайте посмотрим на них. Я увеличу фрагмент фотографии и мы сразу увидим на небе и на некоторых темных областях вот такой цветовой шум. Конечно, мне не очень понравилось, как выглядят мои фотографии и я думал, как от него избавиться. Мне это успешно удалось и теперь я хочу рассказать про этот способ вам. Итак, давайте вернем размер изображения в исходное положение, дважды кликнув на инструменте рука. Теперь дублируем наш слой. Это должно стать правилом не работать с фоновым слоем. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-J. Теперь давайте посмотрим на каналы изображения. В каких каналах у нас будут наиболее контрастные детали. Красный, зеленый или синий. Синий канал у нас наиболее темный и наиболее шумный. Запомним это и в будущем будем сосредотачивать наше внимание по удалению шумов именно на этом канале. Зеленый канал у нас менее шумный. И красный тоже выглядит неплохо. Теперь нам нужно создать заготовку для маски, которую мы будем использовать при удалении шума. Нам нужно добиться того, чтобы контуры остались четкими, а на площадях, таких как небо и различные плоские детали, шум исчез. Давайте попробуем создать маску. Я предлагаю взять для этого красный и зеленый каналы и сложить их в каком-либо режиме с помощью команды вычисления. Итак, идем в меню изображения. Вычисления. Здесь мы выбираем каналы красный и зеленый. И давайте посмотрим в каком режиме их можно сложить. Обычный режим ничего нам не даст. Нужно использовать какой-либо из контрастных режимов. Например, перекрытие. Уже хорошо. Мягкий свет. Тоже неплохо. И давайте посмотрим на другие режимы. Мне больше понравился режим мягкий свет. Здесь как контрастно выделяются светлые области, так и темные. Давайте выберем его. Результат у нас появится в новом канале. Нажимаем ОК. И теперь мы видим здесь результат. Мы уже сделали копию слоя. Теперь давайте загрузим наш получившийся канал в виде выделения. Для этого кликнем на нем с нажатой клавишей Ctrl. У нас появляется выделение. Переходим в палитру слои. Для начала кликнем на композитном канале, чтобы включить видимость цветного изображения. И создадим маску на копии нашего слоя. Нажимаем значок маски. У нас автоматически добавляется наше выделение в виде маски. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Для этого удерживая клавишу Alt, кликаем на миниатюре маски. Нам нужно инвертировать маску, чтобы воздействие фильтра приходилось как раз на области, которые у нас залиты сейчас черным цветом. В светлых областях воздействия нам не нужно. Итак, инвертируем маску. Ctrl-I. Теперь идем в меню фильтр. Стилизация. Свечение краев. Немного уменьшим изображение, чтобы видеть, как выглядят края в нашем изображении. Вот теперь мы получили практически готовую маску краев. То, что нам и нужно. Давайте подберем нужные параметры. Сделаем края немного шире. Увеличим их яркость. Немного смягчим. Нажимаем ОК, подобрав нужные параметры. Теперь перейдем в меню фильтр и немного расширим маску. С помощью команды максимум. Значение, которое применяется в данном фильтре, будет зависеть от размера изображений в пикселях. У меня большое изображение. Я применю радиус 3. Затем нужно немного размыть нашу маску. Фильтр, размытие, размытие по гауссу. Ставим радиус такой, чтобы немного смягчить края. Думаю, так будет достаточно. Нажимаем ОК. Теперь нам нужно инвертировать нашу маску. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-E. Теперь немного скорректируем нашу маску с помощью кривых. Это нужно для того, чтобы еще больше затемнить темные участки и осветлить светлые. Вот так. Нажимаем ОК. Затем кликаем на миниатюре слоя, чтобы сделать его активным. И идем в меню Фильтр. Шум. Уменьшить шум. Так как подавление шума будет применяться через маску, мы можем поставить более сильные параметры. И так же дополнительно посмотрим на каналы. Прибавим интенсивность подавления шумов в самых шумных каналах. В красном достаточно. Давайте посмотрим на синий. Он у нас самый шумный. Здесь так же можно прибавить интенсивность. Сохранять детали в нем не нужно. Деталей достаточно и в других каналах. И так же посмотрим на зеленый канал. Так же немного прибавим интенсивность. Закончив настройки, нажимаем ОК. Подождем, пока у нас применится фильтр. Так как изображение большое по размеру, это займет некоторое время. Давайте увеличим изображение и посмотрим, что же у нас получилось. Это слишком сильно. Я немного уменьшу изображение. Вот так. Давайте сравним исходную версию и версию с подавленным шумом. Смотрите. Четкие границы светлых областей остались практически без изменений. То есть фильтр на них не подействовал. Зато на обширных площадях шум значительно снизился. Смотрите. На колоннах даже сохранились полоски, тонкие детали. А шум исчез. Вот так работает маска, созданная на основе контуров. Теперь нужно повысить резкость изображения. Мы сделаем это с помощью той же маски контуров, но инвертированной. Можно даже заново создать ее с помощью других каналов, подобрав для этого наилучшие. Это уже простор для творчества. Давайте создадим копию всех сведенных слоев. Для этого нажмем комбинацию клавиш Alt-Shift-Ctrl-E. Теперь скопируем маску на этот слой. Для этого удерживая клавишу Alt, возьмем миниатюру маски и перетащим ее на наш слой. Скопировали. Теперь маску нам нужно инвертировать. Ctrl-E. И теперь у нас получается, что контуры выделены, а большие площади, на которых был шум, скрыты. Теперь щелкаем на миниатюре слоя. И применяем фильтр усиление резкости, контурная резкость. Или можно повысить резкость любым другим способом. Выставляем параметры. Для начала можно выставить экстремальные параметры, чтобы лучше видеть, как меняется резкость. Здесь я так и оставлю, чтобы мы могли видеть на конечном результате. В реальности, конечно, употреблять такие параметры не стоит. Еще немного увеличу радиус и немного уменьшу силу эффекта. Нажимаю ОК. Посмотрите. Резкость у нас увеличилась только в областях, которые ограничены контурами. На больших площадях и однотонных поверхностях, а также в темных областях, повышение резкости не вызвало увеличение уровня шума. Если появились какие-то цветовые артефакты в местах повышения резкости, их можно избежать, изменив режим наложения этого слоя на яркость. Или luminosity, как он называется в английской версии. Теперь посмотрим на окончательную версию изображения. Немного уменьшим его. Удерживая клавишу Alt, кликаем на фоновом слое на глазике. Вот таким изображение было. На небе шум. В темных областях тоже. И вот таким мы его сделали. Убрав шум и одновременно повысив резкость и четкость краев. Напомню, что настройки я использовал специально завышенные, чтобы вы могли это лучше видеть. При работе со своими изображениями будьте осторожны. Не превышайте разумных пределов при повышении резкости. Иначе это может превратиться в так называемый некрасивый перешарп. В завершении можно немного уменьшить непрозрачность слоя с повышенной резкостью, чтобы скрыть вот эти ореолы. Или воспользоваться методикой для уменьшения видимости ореолов, которая описана в предыдущем уроке. Надеюсь, вам понравился данный урок. Урок был записан эксклюзивно для сайта photoshopmaster.ru С вами был Евгений Карташов. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков рассылки. Субтитры создавал DimaTorzok